Спад продаж в отечественных автосалонах, связанных с девальвацией национальной валюты, не смогла остановить даже введенная государством программа льготного автокредитования. И хотя цены в долларах на новые автомобили почти не изменились, то в тенге рост произошел почти на 70-80%. И хотя официальные дилеры сохраняют оптимизм, стараются замораживать цены и предоставлять скидки, очередей в автосалонах за новыми машинами, как это было в конце 2014 года, давно нет. В связи с повышением курса доллара по отношению к тенге покупательский спрос само собой снизился, но официальные дилеры сохранили цены на прежнем уровне. На сегодняшний день действуют различные банковские продукты, такие как рассрочка, льготное кардитование. Если официальных дилеров поддерживают компании-производители, то тем, кто занимается перегоном и продажей машин из России, стран СНГ и дальнего зарубежья, остается надеяться только на рост благосостояния казахстанцев и увеличение покупательского спроса. Но пока в самый разгар финансового кризиса, когда тенге вновь и вновь бьет рекорды падения, на авторынках Шимкента спрос резко упал. Многие предприниматели выжидают, когда нацвалюта стабилизируется. Те, кто все же решил продать машину, не могут найти клиентов порой по полгода. Юсуп Талипов наводит блеск на малолитражку, которую пригнал больше двух месяцев назад. Несмотря на все старания покупателей на иномарку, до сих пор нет. «Говорим 6,5 тысяч долларов. Надо продавать в тенге. Зачем эти доллары? Все стоит. И не знаем, как дальше жить. Никаких. Как грибы растут. Я не знаю, как дальше продавать, как что-то покупать. Ничего не продается. И ничего не покупается». Редкие покупатели осмазывают машины и сравнивают характеристики и комплектацию автомобилей. Посетив автосалоны и найдя цены в них недоступными, жители Шимкента ищут более приемлемые варианты уже на авторынке. «На рынке просто, что хорошо для человека, который меньше денег имеет, для них можно здесь хоть приобрести. Уступки идут, нормальные уступки делают тоже. А в автосалоне как упрутся на 1% такой-то и все, и встают на свои проценты. Мы сейчас 4% сделали, а эти 4% никто не чувствует даже. Это дорого же получается. А машины уже должны дешеветь, потому как у людей денег нет. А то они взяли все, пришли бы и взяли. А денег нет, и поэтому они думают уже о будущем. Лучше, чем на машину потратить, лучше я на еду потрачу». Ситуация на авторынке не внушает прежнего оптимизма. В основном продаются машины российского производства и машины стоимостью около миллиона тенге. Спрос на новые автомобили резко упал. Если за 12 месяцев 2014 года официальные дилеры реализовали в Казахстане больше 160 тысяч автомобилей, то за прошлый год было продано меньше 100 тысяч автомашин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова